Здравствуйте! В эфире звездное интервью. Сегодня вас ждет встреча с яркой, неординарной актрисой. Поработав с ней на съемочной площадке, режиссеры говорили о ней. Рыжая бестия. Зрителям же эта актриса запомнилась необычным именем, рыжими локонами и удивительными образами. Итак, Амалия Мордвинова в эфире Первого областного телеканала. Мордвинова Амалия Руслановна. До активной творческой карьеры была известна как Людмила Руслановна Порыгина. Родилась 20 ноября 1973 года в Южно-Сахалинске. Окончила театральное училище имени Щукина. В 1995-1998 годах работала в театре Линком, затем ушла в Московский театр имени Маяковского. Играла также в спектаклях русской антрепризы. Первая роль в кино в фильме «Дорога в рай». Также сыграла главную роль в сериале «Охота на Золушку». Выступала под сценическим псевдонимом «Амалия энд Амалия». Также в титрах значилась как «Гальданская». Амалия Мордвинова – лауреат Государственной премии России. За театральные работы удостоена премия «Хрустальная Турандот». Актриса воспитывает троих детей, живет за границей. Здравствуйте, Амалия. Здравствуйте, необъятная и прекрасная Орловская область. Услышишь голос? Чист и тих. Его прочувствуй всей душой. И за стихом рождая стих, осознавай, что он не твой. И в ожидании ответа учись звучать все выше, выше. Ты только инструмент, ты флейта, любимая игрушка Кришны. Вот так. Значит, в этом вопросе интернет не врет. Вы все-таки приняли индуизм. Индуизм невозможно принять. Во-первых, потому что индуизм – это древнейшая и никому неизвестная философия. Никому. К сожалению, не смогу точно сказать, что это была за программа, где, по-моему, историки, богословы, академики. И вот шла беседа о религиях, очень бурная, такая окрашенная политикой. И когда натолкнулись на индуизм, один из мудрых собеседников сказал, господа, давайте признаемся друг другу, что мы ничего не знаем об этом. То же самое. Я знаю только, что мои люди, которые там работают у меня, они в какой-то момент подсказали мне, что если мы живем на этой земле, то уважьте. И в моем доме проходили богослужения, пуджи. Я это делала для того, чтобы подружиться с духами местности. Я верю в тонкие миры, я в них не утопаю. Ну, как мне так кажется, что я в них не утопаю. Но тем не менее, если в той земле, в которой вы живете, проходит великий праздник, и ты видишь людей, которые хотят его отпраздновать и всем своим видом рекомендуют присоединиться, я присоединялась с большим удовольствием, но без фанатизма, без всякого. Я знаю пантеон индийских богов только начало. Я знаю верховного бога и его ближайших родственников. А вы еще миллионы? Ну, нет, не миллионы. Это уже духи. Боги и духи – это разное. И я не углубляюсь, потому что понимаю, что не смогу посвятить этому всю свою жизнь. А вот этого этапа, этой ступени достаточно? Мне достаточно. Мне достаточно. А сами индусы, хинду, когда им задаешь вопрос, особенно молоденьким, они отвечают – не знаю. Они не знают. Потому что они тоже все больше и больше осовремениваются. Уже, если может быть, пять лет назад я видела только, может быть, бомбейских девочек в шортах, в джинсах. Они дерзко себя вели. Но я не видела курящих, допустим, женщин-хинду. Вот сейчас я это вижу. Я вижу, что западная культура жестоко наползает на этот мир. И он, погибая, любая культура забирает за собой свою питательную среду. Народы, которые попирают свою культуру и отдаются… Я не могу сказать западу. Отдаются монополиям. Отдаются монополиям в еде, в питье, в газированных напитках, в баночках и так далее. Они теряют свою культуру вместе со своим здоровьем, вместе со своим мышлением, оригинальной философией. Они отупляются, ничего хорошего не происходит. Все мнения о нас – это наши тысячекратные, стократные у звезд, это многомиллионные отражения. Кто такой Брэд Питт? Это такое собрание сочинений каждой женщины, которая его желала, хотела, каждого мужчины, который им восторгался. Это собирательный образ. Так же, как каждый из нас является собирательным образом, который порой мешает нам, не порой, а всегда мешает нам увидеть нас самих, кто мы такие есть. А на самом деле есть только самое начало. Вот акушерка достает и говорит «мальчик» или «девочка», и все, все остальное – напускное. Вот, мужская энергия оплодотворяет, женская, взращивает. Вот от этого можно отталкиваться, находясь в позитивном сознании, опять же. Поэтому об этом это и стихотворение. Я отражаюсь в зеркалах и ухожу тысячекратно. Уверен шаг и рук размах, не страшен смех, потерян страх. Я больше не вернусь обратно, и больше я не покачу на колесе твоем, сансара. Я быть младенцем не хочу, а также юным, зрелым, старым. Весь милый опыт лет земных, то был труднее он, то легче, пугал лишь тем, что бесконечен. И нет для нас путей иных, чем в поте хлеб и в муках роды. И Авелю не сторож каен, и Моисей в своем народе был временами непрекаян. А эти времена, как птицы, летели быстро, и невольно любимых проявлялись лица, чтобы немедленно забыться, кто и в какой из них был роли. Но стоп игра! Я так желаю. Я есть ладонь, зерно и поле. И по любви своей и воле я розой мира расцветаю. Амали, вы меня простите за немножко нескромный вопрос. Я вот смотрю на тату. Может быть, вы расскажете, что это? Татуировки. Потому что, с одной стороны, я вижу глаза, а с другой стороны, я не вижу глаз. Это Ганеш. Ганеш – это сын Шивы, который, по легенде, они, опять же, очень упрощенные, скорее, наверное, для индийских детей, каким образом Ганеш получил голову слона, папа дал. Он возглавлял войско Шивы, а также он является покровителем всех творческих людей. Вот поэтому индийские художники очень любят его писать. Ну, это моя дань была жизни в Го. И талантливые художницы с... У них есть у татуировщиков есть имя в миру и имя в мастерской. Вот она по мастерской Акула, Акула и Макс, их картинки узнают. Вот татуированные люди во всем мире. И вот я тоже отдалась в какой-то момент на роспись. Вот. А здесь Ом. Индийская первомантра. Ом – это та самая вибрация, на которую стала собираться по законам физики и всех центростремительных и центробежных сил нашей планеты. Только оно было очень громким это звучание Ом. Понятно. Ну, так, вкратце. Спасибо за ответ. Амалия, вы вот в начале интервью сказали, что вы бывшая актриса. Или мне показалось? Ну, бывшая... Когда вас звали на фестиваль, что там был перечень актеров и что вот бывшая актриса Амалия Мордвейнова, или мне послышалось? Было бы грустно. Бывшей, наверное, нет. Я скорее такой... Не из моего, наверное, лексикона слова. Я давно не играю, но я не играю осознанно. Единственная правильная для меня роль была в театре. Это были королевские игры, поскольку Марк Захаров, как очень мудрый режиссер, он увидел организм, студенческий организм, который способен пропустить королевские энергии и убедительно сыграть королеву. Он не ошибся. Я ее убедительно сыграла, но я не обладала той суммой знаний, которые бы говорили мне о том, что эту энергию нужно постоянно в себе поддерживать. Нельзя гулять до пяти утра и возвращаться быстренько, какой-то короткий сон и возвращение на репетиции. Нельзя играть комедюшки. Если хочешь играть королевские роли, играй их. И живи, наверное, так же. Да, живи, живи этими энергиями. Я однажды имела неосторожность дать интервью японскому телевидению при Александре Георгиевиче Филипенко. Мы тогда с ним играли «Бедные люди», Достоевского, и переход вот этот, хотя и у того, и у другого спектакля, и у королевских игр, и у бедных людей был один и тот же художник. Юрий Хариков и костюмы были белыми. Он очень любил в театре белый цвет, тонированный, но тем не менее у него были белые спектакли. И переход вот от королевских, от Анны Болин к Вареньке были очень болезненными, потому что это другое. Бедные люди и королевские люди это разные люди. И для актеров эти переходы тоже непростые. Если посмотреть, как работают старые мастера, они позволяют себе и дают себе время на то, чтобы погружаться в роль, но погружаясь в эту роль, понимая, что ты ей отдаешься, отдаешь свою физику, свое здоровье, что роль сделает с тобой, это одному Богу известно. Это неизведанная профессия, очень мистическая, магическая, шаманская профессия. И вот Александр Георгиевич увидел, как я говорю, о профессионализме, о ремеслее, и он меня отверг. И я понимаю, почему. Потому что священодействуй или убирайся в роль. И на долгие годы я ушла в ремесло. Я довольно технично снимала сериалы. Некоторые из них, ну, в частности, самозванцы, в которых все еще принимали участие великие артисты прошлого, 20 века, прошлого века. Там режиссер, Константин Павлович Худяков, он еще работал с артистом, он еще нашептывал что-то на ухо, он еще вводил в состояние трагедии, замешательства, поиска героев. Он еще требовал от нас жизни. А потом пошли маски. Маски-шоу. И это тоже интересно, но было не для меня. Я не сожалею, это был мой жизненный опыт, для того, чтобы я поняла, для чего вообще живу. Мне нужно, вероятно, было пройти этот период, уж если я никому не доверилась. Хотя меня предупреждали. Как раз старые мастера и предупреждали. Амалия, вы всегда были нестандартным человеком. Я читала вот вашу биографию, я знаю, что еще в подростковом возрасте, да каком подростковом, еще не... Вы даже школьницей не были, вы решили свои шикарные локоны рыжие покрасить в зеленый цвет. Очень хотелось. Мне очень хотелось покрасить в белый цвет. Я прямо мечтала, как я блондинка. Я не помню, кто была эта женщина, которую я видела. Может быть, у меня бабушка с дедушкой жили в Лазаревке, это под Сочи, поэтому я видела очень много красивых людей. Отдыхающие отдыхают, наряжаются, гуляют, поэтому есть возможность увидеть неработающих людей и в таком расцвете. И вот я увидела когда-то в детстве шикарную блондинку, захотела быть блондинкой, но как же ей стать, если ты абсолютно рыжий? И рыжина была не то, что сейчас, после многих родов и такой частичной потери пигментации, а вот рыжий-рыжий. И у меня была такая слабая, такая несмелая попыточка как-то немножечко себя попанковать. Вот, я что-то там такое себе подкрасила, потом испуганно срезала. Это история о том, как проявиться. Как бы так проявиться, это было так нелепо. Сколько вам лет тогда было? Сколько же мне было лет? Ну, что-то 11-13, где-то так. Вот, и волосы я свои не считала большой роскошью, а считала еженедельный труд повинностью. Потому что мама моя, она мою косу берегла, холила и лелеяла, считала это своим главным произведением искусства, и не ленилась мыть меня черным хлебом. Вот, а помыть длинную косу вот такой толщины, черным хлебом, да еще навьющиеся волосы. Это труд материнский, когда меня раскладывали на столе, вычесывали крошки, это был ритуал. Я не видела матерей, которые могли так себя посвящать своим детям, я никого не вижу. Я вижу гувернеров, вижу высокооплачиваемых учителей, пансионы, и тренеров, и кого я только не вижу, но я не вижу матерей, которые гребнем расчесывают косы своим дочерям сами, собственноручно. Хендмейт, я хендмейт. Как строятся ваши взаимоотношения с детьми? У вас ведь четверо детей. Да, мои взаимоотношения с моей старшей дочерью Дианой, которая живет в Америке, сейчас начнут опять счастливо строиться. Я она покинула меня когда случился мой второй развод, ей так тяжело было, она так тяжело переживала мой развод со своим папой, что пережить развод еще с папой своих сестричек и братика она не могла. Она просто туда удрала. Вот. Я не просто я очень горевала, но я понимала, что все по воле Господа и это часть ее пути. Вот с ней такие взаимоотношения. С сыном я тщетно пыталась отучить его со мной укладываться спать. Вот. И говорил, сыночек, мне еще нужно немножечко проверить тексты, поработать. И он поскуливая там лежал у меня в Индии в моей королевской самой красивой в мире такой у меня не было даже в кино спальне. Такой маленький. Вот. И отказывался засыпать без меня. Я ему сказала, я люблю тебя, малыш. И через три минуты у него была такая телеграмма. с небес. Я люблю тебя, малыш, ненаглядный мой сынок, и пою, пока ты спишь, мой голубоглазый бог, и хранитель ангел мой, пусть молитву ввысь несет. Подари уму покой, подари душе полет. С ветром сильным наравне ты когда-то полетишь, но но при но припомни обо мне в облаках его услышь, меня услышь, и хранитель ангел мой, пусть молитву ввысь несет, подари уму покой, подари душе полет, я люблю тебя малыш, с каждым вдохом все сильней, ты в своей кроватке спишь, ангел кружится над ней, то спаситель ангел мой, мне ответ с небес несет, будет с ним всегда покой, будет свят его полет, я ее потом назвала колыбельная мать, да, да, вот уже там через пять минут я уже своей подруге уже говорила стоять, не спать, служить, уже проверяла на ней тексты, бывает такое, это подарок любой творческий человек знает это незабываемое чувство потока, когда это без всяких усилий, только не сопротивляйся, только не сопротивляйся, я назвала ее колыбельной матери России своему народу, голубоглазый бог, кстати, у нас есть нянюшка, она же крестная младшей дочери, и когда я ей спела эту песню, а у нее, естественно, младшенькая это любимая, и она так о Фимочке что-нибудь уже ревность милая, напишу, будет время, напишу всему свое время, вот, вот такие взаимоотношения с сыном, Евангелина, огонь, рожденная 1 апреля, и в то 1 апреля, мало того, что это день смерти и день рождения пророка Мухаммеда, мало того, что это день юмора и день кошек, мало того, что в тот год это была совпавшая Пасха, по-моему, в католической и православной совпали, сейчас врать не буду, но по-моему, даже это случилось, вот, так что она огонь, девочка огонь, где нежность и беззащитность сочетается с таким жаром, такой гневливостью, что я пугаюсь, прежде всего пугаюсь за нее саму, вот, ну и младшенькую, при этом дизайнер, она, это было так интересно наблюдать, как она нашу домработницу индийскую переодела, а та, а та из мусульманской семьи, и она так любит видеть, как мы надеваем короткое, ну короткое для нее, там любое короткое, там на пляж, например, мы идем в каких-то парео, и это для нее мечта, недостижимая мечта, потому что этого не случится с ней никогда, она из мусульманской семьи, такой серьезной, и тут Геля начала ее переодевать, как ей это было, она и стеснялась, Геля ее заматывала в какие-то платки, что-то, создавала свою коллекцию, притаскивала ее к нам на кухню показывать, и нагма очень стеснялась, но то удовольствие, которое она получала от этого, вот, а младшенькая сидела, говорила, да, Геля у нас дизайнер, Фимочка, а ты кто? А я Мар-Нью-Йорка, говорила Фимочка, мы ее называем Махатма-Фима, Махатма, ну вот, Махатма-Ганди был, это великая душа, душа, которая приходит для того, чтобы спасать, и понимает, что у него нет ни времени ни на что другое, только на спасение утопающих, которые, как говорят, дело самих утопающих, не знают они этого дела, тонут, вот, поэтому Махатмы приходят и спасают, вот, Фима, Фима-Махатма, посмотрим, что вырастет, лишь бы счастливенькие были. Амали, у меня еще такой вопрос, ваш муж, он разделяет сейчас ваши взгляды? Мой бывший муж, мы абсолютно полярны, и в нашей жизни есть три точки соприкосновения, это Герман, Евангелина и Серафима, и больше ни одной. И только благодаря этим точкам соприкосновения нам удается посмотреть друг другу в глаза. Я вижу в этих глазах крупного финансиста, и понимаю, что деньги сделали свое дело, и я могу только поздравить его со списком Форбс, например, и это здорово, но я боюсь за него. Я же знаю его душу в лицо. Он сам об этом сказал, о том, что мы полярны, и попросил меня принять. И это, наверное, еще одна была точка соприкосновения. Когда любишь, принимаешь. Ну и совсем чуть-чуть. Вы достигли гармонии. Вот сейчас можно сказать, вы успокоились, остановились, вы гармоничны, вы счастливы. Я на пути, и я уже достигаю этих моментов. Пока коротких, но ярких. Яркие моменты гармонии. Спасибо большое. Сегодня у нас была Амалия Мордвинова. Спасибо вам. Быть услышанным и выслушанным, это так важно. Чего вам всем желаю? Быть услышанными. Хотя бы самими собой. Амалия Мордвинова. Амалия Амалия Мордвинова. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин